итак всем привет с вами denox и да надеюсь что в этот раз все поняли что кибергейм немножечко сломан в плане комментариев поэтому пишите на других сервисах где-нибудь ну где-нибудь на твиче или там на гудгейме или на sk2 tv ну вы думаю найдете где написать к тому же подписки вроде как везде есть кое-какие не это все нормально будет проживем привет да 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 привет ксидорн интролог тоже написал но видимо это было давно да на твиче тоже есть поэтому вы можете на твиче посмотреть там кстати больше подписчиков чем где бы то ни было возможно если так продолжится с чатом на кибергейме мне придется перейти на twitch с ристримами конечно на good game и sk2 tv тоже ну ладно надеюсь все сейчас видят этот экран на мост фэмус так что наверно приступим так это я пожалуй закрою хоть еще закрыть то так ну так я так я закрою восемь человек смотрят до 8 человек которые смотрят они набрались со всех сервисов поэтому пишите на не знаю на good game и например вот я вижу люди пишут на good game и или свеча пришли ну ладно не суть важно давайте начнем это времяпрепровождением да я хочу перезаписать чем же фишка чем же фишка этой замечательнейшей игры мы появляемся в некой мире одном из из миров который нам нужно грубо говоря спасти есть местные локальные цели есть глобальные вот собственно локальные цели вы видите на экране не каждый раз меняются после каждого нашего перерождения например квест убить кухту босса это очень много слова построить монумент он улучшается из из музея по-моему и найти древние сокровища которые находятся всем рядом за это мы 500 слава получим что же сделать в этом богатом мире полным квестов спасение мира посетение всех шести миров в одной жизни убить все пять боссов которые есть во всех мирах причем это за одну жизнь надо сделать и просто спасти мир выполнив древнее предсказание не совсем понятно что это имеется ввиду ну ладно часть из всего этого что можем выполнить это вот это то есть захватить древние сокровища набрать еще сокровищ убивать боссов возможно что мы сделаем что же тут происходит у ну имеем героя имеем количество жизней количество лет которую он доживет до старости это некий ускоренный симулятор развития героя то есть один ход равен одной утекшей жизни это его значит сила собственно урон по этим самым жизням все каждого монстра в игре тоже есть некий остаток жизни это и это их общей жизни это как бы это сказать верхняя граница урона верхняя граница кубиков то есть это как бы кубик кидается один одногранный кубик допустим одногранный кубик вот количество грани на кубике и выпадает единица тонну примеру монстра выпадает ноль значит мы побеждаем если у монстра выпадает единица то мы просто расходимся если двойка то мы проигрываем монстру вот если мы побеждаем мы наносим у урон равный пяти жизням если у него всего четыре жизни или пять но мы соответственно отнимаем у него ноль он умирает иначе нам придется несколько раз его бить золото на которое мы покупаем улучшение ставим его в разных местах от этого города город называется лао слам нулевый уровень культуры 0 жен внутри 0 супругов точнее вот ну это описание чему лао слам и так далее нам нужно создать мюзиум и собственно улучшить его до мавзолея монумента он смогут быть два предмета два трейта навыка ну и соответственно номер поколения чтобы сделать второе поколение стоит бы ребенка сделать нужно иметь 300 300 славы этого ходим вот примерно так у нас тут уже можно построить мюзиум и апгрейднуть до монумента в свое время но я думаю что мы построим вот это вот эту ферму так пинг пинг плохой пинг что ли так я смотрю что уже уже как-то меньше стало наружу ну ладно так выключить блин все две рекламы идет никак не могу привыкнуть идемте сюда вот и мы встречаем двух врагов значит тот самый босс который 70 граней кубика наносит по 5 урона и некий герой не знаю даже вот стоит ли герой убить этот босс как я понимаю он охраняет реликвию но тем не менее мы ее взяли и он за нами гонится вот чтобы не попасть под удар не попасть под удар давайте войдем в город и приступим к созданию второго поколения но не все так просто оказывается требуется 1500 золото потому что это не не простой человек это как бы не селянин это более какая-то но но блин так скажем неизвестный босс известный босс вот мы кидаем у него было 54 у нас 0 и у нас десятку жизни снимает ну как то так один мы и так что у нас тут мы не можем апгрейднуть и мы становимся взрослыми это плюс 10 грани кубика у нас выбираем себе рандомные какое-то свойство плюс 5 жизни повезло о мы можем атаковать легкого врага отлично победа ну вот как то так 50 славы и плюс еще 200 славы нашли в ящичке ух ты классно 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 давайте снова enter какой enter то вот теперь enter теперь мы можем спокойно сделать ребенка 1513 фейма пусть таковое имя выбираем рандомные вещи какие-то но обычно по краям что-то интересное находится трейд нашли хороший 1200 вот золотых это хорошо один лайфспайн карт у нас добавился ну ничего сейчас посмотрим кто у нас в итоге получится у нас получится 12 стрэнджа сразу так одно строение у нас есть плюс наша мать умерла и события которые в мире ну событий в мире не произошло то есть у нас все осталось по старому обычно что-то происходит там расширяется мир или еще что-то в данном случае все осталось мне показалось ли тот герой бегает противогазь а на карточках похоже флаттершай да 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 именно так 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 теперь мы попытаемся не спасти мир а создать монумент для этого нам нужно построить здесь музеум раз так так давай изи выкидываем что-нибудь такое убиваем его отлично у нас есть 71 ход в принципе до тех пор пока мы не умерлись мы умираем но игра заканчивается навсегда и и и и и и как вы видите появились новые задания очистить все леса например то есть вот эти вот леса очистить сундучков найти новые древние сокровища и мы прибавляем еще 10 лет то есть если мы в принципе походим сейчас то мы станем как сильными как дракон нормально считаю ну же мы его делаем просто вот на раз-два на раз-два и еще славу набираем супер я считаю этого можно попытаться сделать о у нас этот рыцарь грубо говоря и тут еще какой-то шайр есть ну черт почему-то не получилось его побить даже как-то странно ну ладно миньонов лесен форест у нас в лесу что-то образовалось и я тоже найти и уничтожить всех миньонов в этом лесу ну как-то так это еще один миньон из леса и буду валить его опять же 80 фейма это уже чуть поменьше так ту мейтс и в принципе мне не нравится этот ту мейтс серьезно я пожалуй что-нибудь куплю лайфспан дэмэдж блокирует так скажем да нет ну ладно хоть меч купили теперь у вас есть какой-то дополнительный урон ну давайте не знаю с драконом тут все сложно так что в давайте попытаемся бить вон того парня которую за которому мы сейчас шли вот то есть вот это вот даже с мечом не могли победить как так то может вообще быть он тут вы не посмотрите он просто сам что есть ублюдок как это вообще кто это какой-то герой который непонятно кто вообще но без понятия без разницы кидаем это же выносим его у нас в принципе 30 осталось ходов нормально по 30 годов мы сделаем все этот монумент 7000 стоит нам нужно заработать 7000 7 в принципе можно сейчас закончить но нет я хочу собрать руду нормально нормально вынесем его сейчас он отступит немножко жизни до трейд одну рарную карту добавляет в принципе в принципе не знаю можно можно потому что не будем дожидаться пока мы умрем каких-то критических отметок 1200 я ждал я ждал ждал 1200 1200 с такими деньгами мы быстро накопим на монумент что же через 16 лет вот прошло 16 лет и нам дадут нам дают наш меч доступно новое здание и в мире что же происходит в мире непонятно нам дали письмо в надежде что мы что-то сделаем но жесть как такое может быть нет мы в принципе его бы сделали сейчас ничего ну ладно не суть не сути должно просто очень повезти два монумента да значит говорите так отлично мы выполнили практически норма так квестов а мы немножко походили теперь мы окажем достойное сопротивление конечно прибавить в пять ходов нам грубо говоря окажем достойное сопротивление ну чёрту ну да викторе естественно отлично за три поколения мы спокойно со всем справимся считаю нужно быть как то более тактичным что ли потому что видите за нами гонится этот босс мы так то в принципе не сможем ему противостоять достойно а че он светится то он билдер какой то ну в принципе ладно в принципе этого билдера мы сделаем я бы хотел бы его полностью убить ну тратить на него ходы не хочу и мы 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 в среднюю жизнь входим midlife норма мы немножечко сидеем и нас появляются морщины закрытый сундучок потрясно просто и чего мы убиваем дальше что пять шестьсот нам нужно семь тысяч семь очень важно ого нормик мы в принципе его убили сразу же ну давайте вот этого очистим тогда черта черт из два нам черт помешает привет русный из батлы ко мне пришел ну бывает так что у меня тут крах плагин небольшой ладно есть 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 теперь у нас есть монумент и old age у нас снова отнимается сила ну что ж на old age можно сделать другое поколение зато мы defender это классно у нас 7 440 фейн и новенький появляется ух ты больше джинни трейдов у нас новенький становится каким-то таким вот крутым с новыми трейдами четвертое поколение как я допер что чатик есть сложный вопрос нашли может потому что я вначале сказал что чатик есть и пожалуйста пишите туда поэтому вы туда и пишите нет кстати у нас открылось быстрое путешествие между станциями это очень интересно супер мы вновь становимся более взрослыми игрушка такая очень медитативная постепенно так позволяет проходить дальше 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 то есть спешить здесь не нужно это точно игра учит правильно планировать потомство и т.д. и т.п. 19 всего не очень много ну ладно пытаемся его убить как-то так дальше мэдс она попробуем виктори супер принципе я ожидал чего-то подобного ну и чего-то подобного тоже ожидал нолик general shop и нос виду смейтс вы же понижает требования супругов на 10 процентов в принципе норме но нет брать ты это не буду в этом с крестами то квест древние сокровища написано clear all layers как бы midlife плюс 10 теперь до old age главное не доводить до следующей стадии нужно успеть очистить лаэр это очень очень важно все еще стадия наступит через 24 хода и мы очищаем наш лаэр миньонов king the lair супер а мы его убиваем да один удар и ну да ладно серьезно пыль лим сейчас all day наступит и 14 ходов еще ребят давайте 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 есть нужно вы как-то этого избежать не подтянуть нашу атаку это что подтягиваете атаку скорее всего нужно покупать что-то вот очень мощное и трейд какие-то мощные выбирать то есть победить вот этого босса сначала нельзя нужно как-то вот качаться таким образом ну ладно сейчас будет old age конечно же нет но другой страна один сходов раз-два-три четыре хода у нас осталось до старости элдер совсем старик он получает новый трейд но этого не спасает вообще поэтому умрем стоп а почему тут никого нету как так то почему никого нету здесь нет я спас сам себя так 1200 вот мне нравится больше вот это где 1200 славы нужно ну на последнем ходу называется родили ребенка давайте трейд ему открывать разные фига себе класс генетически богатые мы у нас мы один добавлено одна редкая карта то есть мы я ух ты ну короче в мире ничего не происходит с кибергеймом какая-то беда что-то там не то что-то не так ух ты мы пять поколений прожили и это дало нам 500 славы в самом начале классно зато мы очистили все лейры и это сохранилась у нас в следующий раз то есть прошло шнадцать лет логово все очищены это это я считаю нормик о это оказывается чинилка она чинит нам года нормально класс 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 только ты не то не гонись за нами ой да что ж такое то вот так вот всегда они ну в принципе если бы мы выберем максимум минимум у нас все получится да ладно почему мы не можем выбить 7 это же нормально какая то фигня с чатом произошло на самом деле ну ладно мы хотя бы немножечко стали взрослее плюс один таки да да ладно ладно оу стоп и немножечко убегу о мид лайф мы сейчас будем сражаться с пареньком это просто супер о мой новый давайте вот этот речь гения заменим на фермера он все таки больше золота собирает да ну так примерно надо убивать монстров иногда появляются эпические монстры которых надо убивать а это у нас тоже какие то появляются новые фишки ну 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 еще нормального вот переход в другой мир кстати эстер форест которую мы сейчас очистили отлично я требую назвать персонажа в честь меня предного подписчика эксидорна ну потому что больше никого нет хе-хе-хе-хе хе-хе-хе засчитано о о о о я чувствую сейчас некого будет называть так ребята влёкся я и ушёл элдер нет нет а Придется сейчас В срочном порядке Строить Что у нас тут? Стрэндж Один рар стрэндж Пофиг Давайте Мы уже скоро умрем Давайте Это будет Нейк Как-то так Пускай И у него что-нибудь будет Если ему повезет Ему повезло Он фермер у нас В шестом поколении Так И чего Да-да-да Бродсворд Угу Школа доступная Где можно трейд учить Вот Миллика Пришли какие-то события Спустя миллиарды лет Появился вулкан Так что же Не все так просто Что это вообще такое? Почему он не стал на пути? Ну супер просто Но больше всего Я ненавижу то Что сейчас придется Идти вниз К этим Блин К этому городу Ну это сейчас Не в честь тебя Назван персонаж На самом деле А в честь Русснейка И Да Он Не сдохнет сразу Пройдет какое-то время 55 ходов Например Ну почему Так не везет Умер при родах И чего Что не прикажете Делать с этим парнем Вот например Да Так Он заблокировал Два уна ровно Ну как так можно Ты стоишь На моих этих Супер просто Мы уже Среднего возраста И собрали только Два монумента Которые постоянно Оходятся рядом Ну хотя бы Лайфспан Собрали еще один Тут еще один НС Треш И два вулкана Которые постепенно Разъедают Землю Можно на этом Закончить И перейти К следующему поколению Инспират Монумент Все Больше продажной жизни Мне нравится Давайте Больше продажной жизни И следующий у нас Ксидорн Ксидорну Ксидорну Победет больше Он фермер И Жил без страха А умер В муках В муках Женившись 16 лет прошло Два старика Такие Почему-то Ксидорн Тоже такой Старик Это очень Интересно Но Мать Дает нам Меч И Мы Видим Новое здание Орфанэйдж Господи Господи Продлевает Количество лет Кафедральный Собор И ничего Не случилось В мире Сын Мы Отдаем Тебе Меч Да Так Тут Бродит Какой-то Зловредный Герой Пока Нам 17 лет Можно Идти Так Давайте Нам нужно, короче, денежное поле прикрепить сюда, или я не знаю что. Храм. Или еще что-то. Обсерватория. Которая до стейшена и до лайтхауса апгрейдится. Ферма, которая апгрейдится до Фэктори. Ну отлично, давайте тогда проапгрейдим ферму что ли. Плюс 3. Сердце валидола мне и стакан воды принеси. Дара Снэйк принесу. Гифст еще в Голд Эвери. Нифига себе. Сколько тут нужно? Хотя, знаете, не много-то нужно на самом деле. Давайте походим в окрестностях. Так, тут уже вулкан. К сожалению, нельзя сейчас за вулкан зайти. Да ладно! Такое тоже бывает. Вот 2.0, видите? Нереально. Может такое число выкинуть? Можно, конечно же. Можно все леса обыскать. Вот, Клирово Форрест, один из восьми. И из-за этого тебе только по головке погладят на самом деле. Ну вот так-то. Такой вот интересный миньон. Столько-то граней кубика. Четыреста нормик, нормик. Плюс четыре жизни. И что-то у нас дейнджер. Гилберт. И у нас средний возраст. Это самый такой максимум. Он продолжает быть уродом. Ксидорн. Это... Без комментариев. Так, это что у нас? Какой-то ученый. Чего-нибудь тут бродят все? Считаем, тут надо. Даже не знаю. Давайте здесь сделаем храм, который будет генерировать возраст. Раз там сколько-то лет. Ту-ду. Супер просто. Почему этот миньон все время генерится? Наверное, потому что тут и есть лес. Но теперь больше леса тут нет. Есть пик-эйдж. А-а-а-а-а. А-а-а-а. Во как. Смотрите. только надо этого парня убить сначала а потом уже смотреть вот превзошел свою батю но не забывать надо скоро он умрет квесты 48 плохо что вот на эти карта закрывается каждый раз может на самом деле сделать надо так что когда один первое поколение открывает карту она немножко открыты например второе больше открывает и тогда это есть сделать какое-то еще упорное исследование ну вот придется идти куда-то вот вниз или вверх а мы что-то выкопали я так понимаю вау нифига себе завод вал вот это я понимаю завод по производству чего-то там ну что кто следующий кто там у нас хочет поучаствовать у нас в 9 человек хочет участвовать не знаю давайте кто там у нас вот так например посмотрим насколько будет успешен дихиарищем но его в следующий раз гамму ого рип сидорн здесь покоится ксидорн отец дихиара супруг сонту здесь покоится мать с письмом об уходе ничего сразу же золото надо подбирать ксидорн темпл охран ксидорна класс сидорн основатель храма так а здесь здесь не знаете давайте можно вот это построить класс супер просто ну она сейчас вырастет в силе я думаю да-да-да-да-да-да этого я ждал этого я ждал вырост в силе надо было среднюю брать ну восьмое поколением очень долго держимся плюс две жизни класс 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 плюс пять сил и вот этот храм позволит генерировать сила теперь мы его улучшим до стронгхолда может даже комбат дэмэдж комбат дэмэдж превратить но я хочу в стронгхолд из милайф и сейчас мы получим еще плюс 10 обязательно это это очень классный храм и вскоре мы в принципе сравняемся с боссом вот лично просто мы скоро очень-очень сравняемся с боссом особенно вот когда повысим вот это вообще надо два храма сделать еще 22 вот этих построить барака и и один направить на урон другой направить как раз кубики только это одно но фигасе мы почти сравнялись вообще жесть да да иди ты ты не остановишь великого дыхиара хе-хе-хе да уходи ты не остановишь великого дыхиара еще раз надеюсь это как-то прибавит просмотров нет не прибавило окей все равно мы круче всех мы можем посмотреть кто нас тут ждет элдор минус 10 не но все с элдором нам надо в общем идти туда и 676 что нет интер веб он шоу фигня это веб он шоу вообще надо наверно в другой мир уже приходить потому что это никуда не годится русник просто быстро сделал свое дело вообще каждый из них нос внес какой-то вклад я считаю это поэтому нельзя сказать кто велик кто более велик скажем ну не очень хороший набор трейдов ладно прошу шнадцать лет в живых осталось только кто дыхиары а наставление родителей я желаю нам жить в замке если ты хотя бы один построишь новый вулкан появился за 16 лет в этом мире становится все больше вулканов там стрёмно я даже не знаю что на это сказать если ты один построишь да уж да уж так 2 500 да вот академию надо построить новый вулкан плюс 10 лет отлично да у всех тут есть храм по ходу даже у гамма госта ну что ж академия у нас 42 хода осталось давайте так леса мы не почистили нет нет медлайф 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 плюс 10 лет отлично плюс один лавс в лайфспан так давайте его прикончим у нас 56 и нам нужно за сколько ходов взял так чтобы дракон подошел за 6 ходов чтобы он подошел сюда потому что через 10 лет эта штука живет так у нас есть один ход один ход черт у нас у нас возраст уменьшится чуть-чуть и мы убьем его нет 10 ходов осталось ладно надо что-то придумать плюс 3 ну это хоть что-то но все равно не то что-то а а а а идеально да 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 повезет 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 Да убей его на последнем издыхании. На последнем издыхании Дьяр сражает монстра, но не до конца. Не повезло, не повезло, ребят, как видите. Время-препровождение оно такое, бывает везет, бывает нет. В данном случае не повезло и мы умерли в каком-то там 10-м что ли поколении. Но люди доживали до 17-го, до 19-го, поэтому надо стараться, надо стараться. Да, но мы зато узнали, что надо делать, что надо строить, чтобы убить босса. И в принципе вы поняли в дальнейшем, я думаю, сами разберетесь с этим. У нас еще есть кое-какая игрушка, но я оставлю на следующий раз. Оповещение опять же будет. Может быть, скорее всего, если такая вот фигня, то может быть, либо на Твиче я это все сделаю. Игра бесплатна, ну, ее можно скачать, конечно же. Да, нет, не будет Фоллаута. В общем, качайте, играйте и играйте в хорошие игры. С вами был Дон Окс. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok